Мы свалились в ручей. Ты хотел купить? Нет, ни разу. Посмотри, какой в нём жир. Пока есть возможность поднять повыше. Чё бы не поднять-то? Это деликотес. Белёсы опять эти Михайловки. Зашла, собрал. Ставил, как щёлк. Дубак неимоверный, минус 28, сейчас на улице. Ночью было минус 34. Сзади мопед. Сейчас я еду за своим другом Мишкой. Едем в деревню, в которой мы встречаемся с ещё одним нашим товарищем на БРП. И на двух мопедах мы мчим в тайгу, ребята. Сегодня мы хотим поехать порыбачить, как в прошлый раз. Ну а я сниму, конечно, всё, что будет попадаться под руку. Мы поднялись на первую нашу сопку. Проехали мы всего лишь 18 километров. К сожалению, снимать я не могу, так как я за рулём. Но у нас оператор сегодня Михаил. И мы сейчас гонялись за лесой, представляете? Просто катались, фотографировать хотели, но она не останавливалась. Друзья, те из вас, кто смотрит канал постоянно, уже, наверное, поняли, что видео не совсем свежее. Так как этот снегоход мне пришлось продать, чтобы купить себе пластиковые окна для установки в этом году. Но мне очень хотелось с вами поделиться этим видео, поэтому я выложил его сегодня. Мы приехали в тайгу. Заселяемся в номера. О, печура начала топиться. Хорошо. Что скажешь, хозяин тайги? Давай, все. Что скажешь, гость тайги? Ляпота. Да, ребят, на самом деле офигенско. Обычно мы первый день не снимаем, потому что кипишь, суета. Но в данном случае я решил это запечатлеть и первый вечер. Обалденно, очень классно, особенно лиса сегодня, мне очень понравилось, когда мы встретили ее, прям красотка такая, бежит хвостом, виляет. Фу, вообще огонь. Куда сейчас стоим? В дом? В холодильник, в холодильник. В холодильник? Да. Это мое, блин. Шел третий час. Ну что, расскажи, что это за зверь? Это палец. Фаланга. Это прямоходящий полоскун. Миха, что за зверь-то, расскажи хоть. Полоскун прямоходящий. Это к Ивану, я его не видел. Ребят, вот, ребят, если вы смотрите это видео, вот скажите мне, пожалуйста, если вот мясо поприготовили, а оно потом два месяца во льду пролежало, и его сейчас разогрели. Это такой деликатес. Все, не пишите ничего. Я все понял. Отведай. О, дай мне посмотреть этот, как это называется материал, этот, тик-на-те. Тик-на-те. Нет, калашек. Покотал краску. Да фиг с ней. Красавчик. Ну-ка давай, щелкни так. Мы его разобрать-то разобрали. Давай, Миша, все. Где секундомер? Давай, 7 секунд готов? Собрать обратно. Сколько там? 40 секунд. Сколько там дается? Короче, давай, раз, два, три, поехали. Миша, давай, 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 давай. На скорость. Нет, ты что, я первый раз в жизни собираю. Ты туда пихаешь? Вроде туда. Нет. Миша, что-то отломилась. Тихо, нет, не торопись. Да, конечно, не торопись. Тут сломать ничего. А то, прикинь, стреляет в другую сторону, начнет. Поверни его. Так это вы в этом изучали это все. Ты знаешь, да, как делают? Я не помню. Он не зайдет у тебя так. Ставь и поверни этот, как он там, байок или как называется. Байок-икул знает. Я дома-то еле-еле с 10-го раза ставил. И он там вставляется. Я там тайком поставлю. Черт, час, два, три. Я уже. О, давай, Ваня, давай сейчас. Я дома-то с 10-го раза собрал это все хозяйство. Зашла, собрала. Ставил. Как? Щелк. Блин, какой звук-то, а? Сбитый прям не то что. Дыра такая. Ребята, расскажу вам один секрет. Почему Михаил Калашников сделал именно такое расположение? Как вы думаете? Не томи, рассказывай. Не, ну, может, вы знаете. Короче, на самом деле, когда у новобранца, какая-то опасность, и что-то происходит, да? Человек скорее дергает, короче, по максимуму. Я не знаю, почему он здесь не включается сразу, это. Он и начинает шмалять. И чтобы в магазин весь не высадить, сделали в самый низ, это одиночный огонь. А когда ты уже, ты рационально знаешь, что тебе надо вольнуть, да? Ну, много людей. Ты включишь аккуратно автоматически и начнешь шмалять автоматически. Парни, мы за дровами, у нас дрова кончаются. Да веревка, что у тебя, больше нет веревок? Есть. Есть с собой еще? Да. Чекер есть? Ну, что такое? Ну, трос небольшой. Есть веревка? Чекер. Сюда смотри. Я тебе ремень на сюда ложился, куда я его делал? Он у меня там. Вот, вот такая есть еще. Он небольшой, маленький. Нет, длинный. Длинный, такой уже 20 метров. Также в этом видео вы не увидите строительство. Но все ребята, которых сегодня будете видеть в выпуске, так или иначе связаны со строительством дома своими руками. Приятного вам просмотра. Ты что, не видел? Я не смотрел. Кирилл! Ну, и хватит, да? Маленько не туда. Так, сразу, короче, ребята, хочу сказать, что она полностью сухая. И здесь нет ничего живого. Не надо, богатыряю. Иду. Алеша. Иду. Алексей. Бери трос. Один бери. И... Один возьми, а я второй возьму. А я пошли там. Под помощь. Ну, так вот. И... Раз. 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 И... Раз. Раз. И... Раз. И... Раз. И... Еще раз. Сейчас я сказал. И... Раз. Вот. Неправильно идет. Неправильно идет. И... Раз. И... И... Раз. И... Ну, в общем, мы съездили за дровами. Кстати, подождите, я сейчас протру экран. Я хочу сразу... Есть такие люди-хейтеры, знаете, да? Это люди такие, которые пишут критику. Типа, вы сделали неправильно, вы спилили дерево и так далее. Какие хейтеры? Блогеры! Нет, честно, парни, я хочу сказать, что то, что мы спилили сегодня, это было сухое дерево. Какое сухое? Живое! Не, парни, это было реально сухое дерево. И самое главное, что Иван, вот наш друг, он, вот эта вся деляна, она его. Какой Иван? Это Сергей! Короче... Мы сегодня не пили. Какой не пили? Мы пили! Парни, реально, дерево было сухое. Мы не пили. Это Иван и это деляна его. Короче, друзья, утром мы едем на рыбалку. Какая на рыбалку? На охоту! Да, мы утром едем на рыбалку на Хариуса. Мы взяли Мормыша. Какого Мормыша? Бормыша! Друзья-хейтеры, пожалуйста, Ваню не трогайте. Это классный парень, он просто угорает. И я боюсь, что если вы напишите плохой комментарий, он стрельнет меня в камеру. Я стрельну в камеру! Шоу, восьмой час. Давайте, вот давайте без смеха, а! Шоу, короче, восьмой час нашего мероприятия, вот этого застолья, которое немножко затянулось. Жара, на самом деле, жесткая. Мы решили, кому не слабо, подождите, кому не слабо, мы решили все-таки вот в снег. Сколько там? 34. Несерьезно, 34? Да. Короче, минус 34 на улице. И пацаны говорят такие, Дэн, а ты, а ты не сможешь. А я говорю, а я смогу. И сейчас мы все берем, одеваем камеру на голову, одеваем фонарики, раздеваемся до трусиков. И в сугроб. А завтра у нас рыбалка на Хариуса. И я все это буду, я буду снимать. Побежали в сугроб! О! 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 Ваня, я тапок забыл, возьми его. Ваня, еще тапок. А-а-а! Один. А вот сейчас вот сходил и даже не понял, куда сходил. Еще разу в купель не ходил? Нет. Ты ходил в купель? Нет, где разу. А на улице 35, на долг, в снегу тепло, на вороте тепло, снег, снежный, но он такой кайфовый. В него прям ложишься, я вот... Че, еще один заход? Я бы побежал, только без сланцев, они теряются. Нет, они нафиг не нужны, потерял свой. А, там где-то в сугробе. Я без них ходил, прекрасно. Я понял, что... Я вон лег прям, да, вон, ухо. Это можно практиковать. Я лег, а он даже на меня не тает. Голову бы помыть еще. У меня ход на шолдерсы есть. Ну что, одеваемся, все, или будем так голые хотеть? У тебя голова. Сейчас приедет четвертый наш друг, прикинь, а мы такие тут голые, три пацана. Всем доброго утра, ребята. Мы проснулись, поели, собираемся, сейчас едем на рыбалку, на первое место, на котором еще даже вы не были. И мы тоже. Дай бог, сегодня хоть один хариусок-то нам поймается, да? Мы, правда, не взяли бормыша, но у нас есть опарыш и есть мотыль. Дай бог, что получилось. О, ребята, ну дорога, конечно, огонь. Конечно, Ваня сейчас скажет, да ну нафиг, пацаны, все просто, легко. Но я не согласен. Это тайга. Вот такая, ребята, ситуация у нас непростая. Мы свалились в ручей из-за моей неопытности. Да какой неопытности тут, нихрена, это надо таежным парнем быть, чтобы так уметь. Сейчас расскажет, что делать. Ну, наверное, домкратить будем, что еще, если у нас лыжа там завернула. Все, сейчас поднимем. Подождите, я повыше подниму и толкнем. Пока есть возможность поднять повыше, что бы не поднять-то, рано, пацаны. Михаил, слушай, пока не сорвалось, вот тут надо лыжу взять, обтоптать лыжу. Николая, тут надо, мы сейчас возьмем за лыжу, туда-то поднимем, туда-вверх туда, дернем и все. Тогда я поднимаю повыше. Давайте перехватываемся и туда его поставим. Тихо-тихо-тихо, у меня это... Все, я убираю. И раз, и раз, все, хорошо. И раз, все, и раз, все. Вытаскиваю. Кайф. Да, надо было уходить вот сюда. Ну там за ворот, Ваня, шел. За ворот, ты после него не выровнялся. Выехал сюда, вот он сюда выехал. И вот сюда, вот сюда. Когда-то я приехал в тайгу в перчатках, сейчас я в варежках. Когда-то я упал в эту яму, теперь я знаю. На самом деле, ребята просто не знают, но у меня есть один главный секрет. Только тихо. Новичкам везет. Только в этом суть. Я... Какой я рыбак-то? Ну что, ребята, два хариуса и один гальянчик уже ништяк. Потихонечку работа идет. Ванька пошел будить медведя на берлогу. Я решил ему помочь. Не так уж. Ну фига, у нее резиновый комель. Эй, туберкулезный. Друзья, я попытаюсь быть максимально объективным. Мы поймали сегодня 5 хариусов примерно, да? 4-5. Ну, короче, мы поймали хариусов. Если вы сейчас хотите понять, да, где мы примерно находимся, вы можете на карте найти чепшу, подняться по течению вверх. И когда вы набредете вот оттуда на нас, сидят. Видите, да? Смотрите, какая вкуснятина. Она прям вон капает. Это деликотес. Давайте все, что я говорил, забыли, да? Самое главное, ребят, мы поймали сегодня рыбу. Эту рыбу мы пожарим. О, Ваня сейчас принесет ее и покажет. Ее сегодня пожарим. Покажем вам, как жарить таежную. А может, струганику? Или нельзя это сделать? Ну, сырую можно сделать? Что там надо сделать для этого? Ничего, порезать и все. Просто нарезать и все, да? Да, порезать. Смотри. Ну, ты что там? Замерзла рыба. А, это стряхнуть. Обрезать его. Короче, ребятки, мы рыбачили, рыбачили. Луки все замерзли. Это. Сейчас где-то, наверное, да, по тридцатку есть, потому что, ну, реально уже просто морозит. И главное, резко началось, да? Прям морозить. А нам еще сколько, тридцатку ехать, да? На мопедах по непроходимым джунглям Алтая? Давайте костер с собой возьмем. Ребята, ну мы добрались. И, кстати, я вам хочу сказать, что вообще прям, прям отлично добрались. Потому что, видимо, ночью ехать или нет, наверное, обратно ехать быстрее, чем вперед. Или ночью ехать веселее. Я не знаю, но мы доехали быстро, клево, и мне понравилось. А может быть, просто подморозило дорогу, и было проще ехать, наверное, да, да? Чем по целику мы били. Было круто. Было круто вообще. И это опыт. Опыт. Я хочу сказать опыт. И мне понравилось. Ну, мы дома. Все. Сейчас затапливаем печуру. А завтра у нас второй радиальный выход. На какую реку, Иван? На Мелюзгу. Нет, не на какую рыбу, а на какую реку. На ту же самую. И очередное утро на пасеке. Сегодня у нас в мечтах и идеях выдвинуться на одно рыболовное место. Кстати, никому не нужен Хариус по 3500. Просто по себестоимости отдаем. Дайте шмальнуть. Ну, это и следовало ждать. Вот где банка стоит? Да, только затепил край. Серьезно? Не вижу. Прикинь, я, говорит, попал куда-то. В смысле, вот это, что ли, я? Поехали. Поехали. . Пойдем. А что, не откатим сбоку? Уроним и откатим. Видите, в это дерево надо кокнуть. А это что? Бензина не кладет. Берлога? Да, там берлога. Это как будто на силу, это рычи как медведь. Поешь с нами? Дай покопаю, Вань. Да. Жестоко по отношению к снегоходу. Пойдем. 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 Озеро Телецкое, ну не за одной горой, конечно, там несколько перевальчиков. Кайф, вот это поплавали, наше место. Рыбацкое, настроение, настроение было грустное, давай я по-теребоньку. Нет, это таймень. Вот она рыба моей мечты, язззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз сегодня будет вкусная струганина. Ее изготовит, приготовит Иван. Красава, кто это? Ну, приехали на последнюю яму. Сейчас посмотрим здесь, что творится. Дай бог, хотя бы тут что-нибудь поймаем. Хотя бобровая плотина, блин, рыба обычно, она скатывается. Посмотрим сейчас. Короче, на сегодняшний день мы прошли по тайге 80 километров. Ну, судя по спидометрам. Скажи что-нибудь. Вот кто так может сделать, а вот кто? Вот только человек, который никогда не носил очки. Что я думаю? Дырочка, вот смотри, рыба дышит. Попали? Красавчик! Молодец. Красава. Белесые опять эти Михайловки. Молодец. Эй, все не тут. Шмеркалась. Так, ребята, мы вернулись. И сейчас мы ее будем чистить. Но для того, чтобы начинать правильно, мы ее сейчас помоем. Ее помыть надо? Ну, в смысле это, разморозить, да, Вань? Ссыпаю, да? Сюда давай поставлю чай, пока я готовлю. Смотри, сколько икры. Вот она, я думаю, в этой тоже. Сейчас мы просто будем жарить в муке в кляре, да, получается? Как мы делали это в прошлом походе. Посмотрим, как она съела. Бобра, наверное. Сейчас уберем кишечки, аккуратненько. Потом достаем корочку. Короче, берете так фигой, зажимаясь и рыбу. Голена сожжет. Да? Ну, голена сожжет. Смотри, какой желудок. Ты посмотри, какой в нем жир. Жир, да. Вот так. Тут, короче, Чайковский у нас. Возьмите кишку. Смотри. Смотри. Т4-3,4. И плачу. Т October beat только вæ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok